Особое мнение на 101FM Планируется, что в регионе всеми автобусными перевозками Координацией, точнее, всех автобусных перевозок Будет заниматься единый транспортный оператор Вот эта надстройка над всеми перевозчиками Она нам нужна? Ну, мне думается, у этой темы Вообще-то ноги давно-давно уже росли Еще я помню, в начале 2000-х годов Мы поднимали вопрос Я тогда еще был депутатом Городской думы Мы поднимали вопрос, что необходимо оставить Единую систему, транспортную систему Под руководством города Но тогда нас убеждали, как депутатов Достаточно серьезно Что необходимо частную собственность Продвигать частный бизнес Развивать конкуренцию Позволит нам обеспечить транспортную насыщенность И обслуживание, повышение качества Ну, оказалось, что это был блеф Это надо было тогда только распилить 19 миллионов рублей В тех денег еще 19 миллионов Бюджетных денег И были созданы аффилированные структуры В то время одними из руководителей Нашего города Которые, как под видом частого бизнеса Получили субсидию 19 миллионов По лизингу Город рассчитывался за эти автобусы И дальше Ну, эти автолайны появились Причем операторы появились совершенно из других городов И так далее В общем, вопрос был разбит Это была городская история А в областном масштабе? Вот смотрите Городская эта история Она как раз явилась Некой педалирующей историей Которая дальше трансформировалась на всю область Вот беда-то в чем заключается В результате Ну, действительно Если переходить к теме Пошла вот эта конкурентная борьба И мы увидели Что постепенно Город и область Стали говорить А нам бы надо Вот как-то систематизировать эту работу И несмотря на то Что там, скажем Та же автостанция Перешла в частные руки практически Вот темой того Что надо систематизировать эту работу И недостаточно одной автотранспортной компании Необходимый частный бизнес По примеру города подтягивать И появились соответствующие маршруты Стали реанимироваться Которые взяли на себя частники Но мы увидели и другую вещь Что вот этот вот процесс Он стал Ну, как бы вам сказать Сегодня выгодно частнику Он работает Завтра невыгодно Либо гости приехали Он не работает И люди находятся все время В подвешенном состоянии И поэтому стало абсолютно понятно Что этим процессом надо управлять А для этого нужен кто? Муниципальный перевозчик? Конечно Да, да, да Муниципальный перевозчик И, в принципе Вот когда проводился Орба-форума первой В прошлом году Да Эта тема, она, в общем-то Жестко и четко звучала И такие робкие Пока голоса Произносились Следующего порядка А вообще Зачем нам нужны Какие-то там Перевозчики И так далее Надо вводить По примеру Западную Европу Это все равно тренд Это есть некая тенденция По всему миру Что необходимо Отказываться От коммерческого транспорта Переходить на бесплатный Муниципальный транспорт В том числе В том числе И в рамках Некого региона Как развития территории Потому что звучала Тема Агломерации Объединение Вот этого Миллионника Создания Для того, чтобы Войти в новую стезю И Киров Миллионника Это значит Ближележащие районы Должны влиться Вот в некую Такую Агломерационную Модель Города Кирова Как муниципального Образования Но при этом Муниципалитеты Они не теряют Свою самостоятельность Ну вот такая схема Была предложена Здесь мы говорим Не только Об агломерации Мы говорим О всем регионе Об отдаленных районах Я же понимаю О чем мы говорим Но я и понимаю Другое Что верхушкой Вот этого айсберга Должна быть Вот эта несущая структура Которая Дальше Либо породит нам Противоречие Когда все Что не вошло В агломерацию Оно просто умрет Понимаете Либо оно должно Каким-то образом Интегрироваться С общей вот этой моделью Другого-то не дано И зарубежный опыт Именно это показывает Что скажем Электрички Там Пригородный транспорт Обслуживающий И так далее Они вводятся На сегодняшний день Либо по минимальной плате Чисто для того Не для коммерческой деятельности А для того чтобы была ответственность За это Но ни в коем случае Даже не себестоимость Проезда Все остальное Это ложится на плечи Муниципалитета Для того чтобы обеспечить Вот эту вот Коммуникационную модель Транспортную Которая должна ускорить Оборот капитала Человеческого капитала Он должен работать В социально-экономической сфере Вот этот капитал Для того чтобы Повысить эффективность Ну как там говорят То есть если я вас правильно поняла Региональный Единый региональный оператор Нам нужен Нужен Да Нужен Про субсидии вы только что сказали Про то что это там По минимальной цене То есть все это Все автоперевозки Должны быть субсидированы Абсолютно Абсолютно субсидированы И абсолютно Вот как на сегодняшний день Пытаются Стимулировать Авиаперевозки Потому что вот это вот Ну экономическая сущность Логистики Человеческой логистики Перемещение вот этого Оперативного действия Это вообще-то сущность Развития Не только региона А развития страны Потому что мы не можем Самостоятельно существовать Это вот Мы говорим о том Почему субсидируется Скажем авиационный транспорт И с точки зрения Инвестиционной привлекательности И всего остального Развития региона Это является Определяющим фактором Определяющим фактором И следовательно Жалеть денег на эти вещи Ну ни в коем случае нельзя Другое дело Должны быть тогда нам понятны Источники Компенсирующие Вот эти вот Затраты Которые мы должны будем Вкладывать в бюджеты Компенсирующие Ну на сегодняшний день На сегодняшний день У нас Субсидирование Региональных перевозок Не происходит Ну Это мы считаем Что оно не перевозит Не происходит Извините Да Но Периодически возникают Вопросы Которые Специальными Там Распоряжениями Губернатора Компенсируются Когда начинается Там Садоводческий сезон И вы наверное Слышали Да Вот эти вещи То есть запускаются Дополнительные транспортные Артерии И так далее И там подобное Когда звучит вопрос О перевозках Не столько может быть Гражданских А грузовых перевозках Для того чтобы активизировать Мы опять поднимаем вопрос О том чтобы часть тарифа Проплачивал наш бюджет Для того чтобы Не снижалась Экономическая активность Следовательно Тема то она Раскрывается Очень просто Если у нас будет Намечаться Вектор Повышения Социально-экономической Активности В нашем регионе То эта тема Очень легко решается И субсидирование Оно вот оно будет И легко будет Осуществляться Если это необходимо Там скажем Транспортная артерия Луза Киров Должна жить Да Должна развиваться Но мы же четко понимали Что эта транспортная активность Она должна Замыкаться Не только на Киров И Луза Учитывая что он Преограничный район С Архангельской областью Она должна и там А значит мы должны Уже интегрироваться Не просто со своими Дальними районами А мы должны Интегрироваться В экономической Существости С другими регионами Совершенно правильно Вы поняли То есть Эта уже тема Становится Субсидирование Не только И не столько Нашего региона Это уже некие Межрегиональные связи По другому быть не может Кстати Вот если для примера Чтобы закончить Эту тему Может быть В русле Примером показывается Как это все Осуществляется Между Москвой И Московской областью Калужская область Владимирская область Там существуют Соответствующие договоренности Межрегиональные Для того чтобы Субсидировать Вот эти вот Транспортные потоки По перевозке Пассажиров Ну смотрите Если мы говорим о том Что создавать Единого оператора Нужно И получается Что это будет монополия Да конечно Нет ли у вас Здесь опасений Что монополист Ну он будет устанавливать Там На свое усмотрение Там цены на проезд Например Но я думаю Что нам все равно Не миновать Этого тренда Где вот скажем Германия На сегодняшний день Является Одним из Передовых Государств Который вообще считает Что логистическая Схема Связанная С гражданами ФРГ Она должна быть Абсолютно Номинально С номинальной Нагрузкой Осуществляться Для этих граждан И государство Берет это все На себя И они посчитали Уже соответствующую Экономическую Эффективность Что не на краткосрочном Периоде А на долгосрочном Периоде Это имеет Уровень рентабельности Субсидирования То есть вложенный Каждый рубль Он не только возвращается Но приходит Приносит доходность Общую экономическую Доходность На 100% Представляете Там Евро Евро приносит Еще доход Вот что это такое Но не на краткосрочном Периоде Потому что это связано С туристическими Поездками И так далее Там потом Там где люди Отдают На долгосрочном Периоде Да-да-да На долгосрочном Или среднесрочном Периоде Люди начинают Платить За все Начинают платить И вот это Инфраструктурное Сообщение Коммуникационное Сообщение Оно способствует Стимулировать Ну как в химии Катализирует Процессы Активного развития Тех или других Регионов Ну регионов Если говорить Там районов В Кировской области Вот о чем идет речь Это очень серьезная тема Валерий Николаевич Я предлагаю прерваться У нас реклама После него вернемся Возвращаемся в студию Продолжаем особое мнение Сегодня ее гость Депутат Законодательного собрания 4-5 созывов Валерий Турул Мы начали обсуждать Тему создания Единого Автоперевозчика В регионе Ее и продолжим Сейчас Если мы создаем Единого Транспортного оператора Мы же понимаем Что у нас Полномочия По перевозке Пассажиров Внутри Муниципалитетов По федеральному Законодательству Это полномочия Муниципалитетов Если мы говорим Что мы создаем Региональный оператор Он наверное Будет подчиняться Области Или коммерческой Организации Я не знаю Это отдельный вопрос Я понял вопрос Да То есть слушатели Могли не понять Но я попытаюсь Как я понял Речь идет о том Что не реквидируют Эта конкуренция борьбы Не потеряем ли мы Качестве обслуживания Оперативности обслуживания И как с точки зрения Федерального законодательства Мы здесь будем Главировать Вот я думаю Что ларчик Очень просто открывается Когда мы в мае месяце Проводили Межрегиональную сессию Межкластерную сессию Приезжали там Восемь регионов Кластеры различные И мы поднимали тему МЧП Муниципально-частного партнерства Государственного частного партнерства В различных сферах Деятельности человека И говорили А каким образом Вообще-то Не теряя конкурентных Преимуществ Конкурентных Регулирующих факторов Стимулирующих снижение цены И повышающих качественные показатели Все же выходить Вон на такие монопольные схемы Где основным оператором Является муниципалитет Либо регион И мы нашли эту схему Мы говорили о том Что необходим Какой-то партнер Коммерческий партнер Который заключает соглашение С муниципалитетом На основании этого соглашения Фиксируется И идет финансирование Не из бюджета А идет финансирование В виде там кредитного ресурса Либо какого-то корпоративного финансирования Потому что под этот проект Сразу создается консорциум Где участвуют И фирмы частные И государственные фирмы Только отдельно у каждого Есть своя Ну Своя ниша Той работы Которую они выполняют Но это единый организм То есть с каждым муниципалитетом С каждым районом С оригинальным оператором Должен будет заключать договор Совершенно правильно Совершенно правильно И тогда происходит Вот эта вот ситуация Где мы можем интегрировать Не просто У всех-то складываются впечатления А эти Извините за выражение Сволочи А придумали модель Как в очередной раз Распилить бабло Да Так вот Я как экономист говорю Мы не допустим того Чтобы эта схема монопольная была Мы создадим совершенно другую схему Где не пилить бабло А где Если каждый рубль туда упадет Чтобы он давал максимальную эффективность Минимизировал затраты То есть чтобы каждый участвовал в этом процессе С минимальными затратами С получением максимального результата Вот схема-то в чем Это схема совершенно другого построения Не построение поставили какой-то частного оператора И он теперь Собирает деньги Да-да Собирает деньги А речь идет о другом Этот оператор должен минимизировать затраты Использовать все возможности И частного бизнеса И государственные возможности Там субсидии и так далее Для того чтобы эти деньги Работали эффективно С максимальной отдачей Вот смысл-то в чем Если этот смысл вкладывается В регионального оператора Мы пока не знаем Да Мы же с вами для этого и встретились Чтобы особое мнение сформировать Нет тогда, когда уже случился факт Нам уже поздно будет кричать Нас обманули А нам надо до того На берегу договориться А что вкладывается Какой смысл? Правильно Профилактировать ситуацию Что ребята Если вы хотите в эту тему входить То понимайте Мы ее вот так понимаем Если вы это подразумеваете Мы двумя руками за Если вы подразумеваете Что вот создадим Некую монополию Которая всех остальных Кнохтю Либо скажет Давайте вы под нас ложитесь Под наши условия И правила игры А мы получим деньги На приобретение Нового транспорта Но приобретать его не будем Мы распилим А вы со своим транспортом К нам придете Как аутсорсинг Выполнение То есть Найметесь к нам на работу На такие правила игры Мы конечно не пойдем И я лично Буду всячески Скажем Осуществлять Некие аналитические выкладки И соответствующие прогнозы Говорите Благо действуют Законы экономики Которые позволяют Четко Спрограммировать А какие будут результаты Не те Которые нам говорят И формируют ложные ожидания А какие реально будут результаты То есть Предсказывать здесь не надо Не надо к гадалке ходить Есть законы Которые четко И однозначно показывают Вот я сегодня Лекцию читал там У студентов И говорю Ребята Сущность нарушена В экономической модели Кировской области Они говорят А в чем такое Я говорю Вообще-то в основе Должна лежать Экономическая модель Работы всей экономики Области Это потребительская корзина Но ее уже подменили Потребительскую корзину Продовольственные корзины И у всех ассоциации Это вот продукты питания И не выняли Кстати уже давно Да И ее еще и передергивают И так далее Заменяют там Какими-то продуктами Которые сегодня Не пользуются спросами А те, которые Пользуются спросом Дорогие Их убирают Да И насыщенно она С хлебом и картошкой Да-да-да А она-то состоит Из трех составляющих Потребительская корзина Это вещевая еще составляющая И социально-бытовая составляющая На которой должны быть Учтены все эти деньги А мы почему-то автоматически Это все выбрасываем откуда-то Так вот она сущность Если вся экономика работает На удовлетворение А Вот этого прожиточного минимума И Б В своем развитии Способствует повышению Качества этой корзины И повышению благосостояния Да Тогда я двумя руками за Но ведь не случайно В связи с этим Сегодня в законодательном собрании Учитывая вот такую позицию Которую я сейчас разъясняю Радиослушателям Да Убрали у нас комитет В законодательном собрании По экономическому развитию Потому что вот он закон Экономики Все должно работать на это Так, Валерий Николаевич Мы уже уехали с тем Нет, подождите Если мы говорим о транспорте Это одна из составляющих Третья из составляющей Потребительской корзины Которая должна повысить нам Качество И соответственно Удешевить получение Этых услуг Вот о чем идет речь И поэтому Смысл и содержание всей работы Они как раз должны заключаться Вокруг этого вопроса А не вокруг того Вот у нас сегодня проблема У нас там заторы начались И поэтому давайте Сейчас сделаем все Для того, чтобы Личный транспорт Не ходил по городу А общественный транспорт И мы решим проблему И все у нас будет шоколад В общем, не с того конца Абсолютно не с того конца Хорошо Еще раз про маршруты Хочу спросить У нас Многие маршруты Мы знаем В регионе Они нерентабельны В том числе Внутримуниципальные Вот создание регионального оператора Оно позволит Вот эту ситуацию выровнять? Так вот Потому что мне кажется Что прибыльных маршрутов Не так много Ксения Значит Вы сами ответили В начале Нашей беседы И встречи На решение Этой проблемы Вот хоть Вы меня критикнули Вы не увели там в сторону Мы не о теме говорим Нет Как раз в этом сущности Заключается Если есть необходимость Социально-экономически Повысить активность населения И в этом транспорте Выполняют Не последнюю роль Тех же дальних регионов Тогда это является У регионального оператора Некой основой Базовой основой Для того Чтобы субсидировать Нерентабельные маршруты Ну это как знаете В этом В облпотребсоюзе В облпотребсоюзе У них все убыточные магазины Которые находятся там Вот я вам хочу Здесь немножко Другое мнение привести Было у меня когда-то давно Большое интервью С перевозчиками Из Вятско-Полянского района У них Катастрофическая там ситуация С перевозками И они говорят Что их Там Количество пассажиров Которые они перевозят Критически упал Из-за отмены В 15-м году Льгот То есть мы сейчас знаем Что льготы на проезд Получают те Кто там Имеет Доход Выше полутора Прожиточных Я это помню В ситуацию Когда отменяли Я еще тогда был И они все как один говорят И они и чиновники Говорят о том Что если нам вернуть Вот отменить Это постановление Регионального правительства То пассажиропоток Снова вырастет Потому что сейчас Людям без разницы Куда идти К частнику Ну и все вы не согласны Я об этом же и говорил Нет Я говорю что Вы говорите что Вот субсидировать Да Ну так тогда надо Отменять постановление Чтобы субсидировать Значит надо отменять Вот Значит правильно вы говорите Значит надо отменять Вот я хочу спросить Нужно отменять или нет Конечно Если мы говорим Потому что какой другой вариант Тогда субсидировать Если мы говорим О необходимости Повышения социально-экономической Активности населения То однозначно надо Отменять Больше того Я вам скажу Что Ну весь мир Удивляется Как Россия продолжает Выживать Потому что По их методикам Расчетов Наше население Должно активно Умирать с голоду А оно Не только не умирает С голоду А еще раз Вы счетчики у всех Но все при этом По официальной Шкале расчетов Благосостояния И так далее Ну мы не должны жить И существовать А у нас есть Очень хорошая модель Сад Там Огородик Где-то клочок земли И так далее Лично подсобное хозяйство Лично подсобное хозяйство Это на селе А у городского населения Вот эти вот Неучтенные доходы А это очень существенная вещь Кстати Если уж на то пошло И если мы говорим О выстраивании Экономической модели Которая действительно Обеспечивает конкуренцию Там Осознанное Осмысленно Лоббирование Поддержку Какого-то Бизнеса И так далее И тому подобное То это означает Что подобная вещь У нас не должна существовать Но мы видим Что финансовые институты На сегодняшний день Минфин в частности Уже принимает Определенные законы Которые должны Ограничить Возможности Нашего Получения Дополнительного дохода Пока они Не все Не все Не все То в данном отношении абсолютно понятно, что необходимо не стимулировать подъем социально-экономического настроения у народа, а создавать условия. То есть мотивировать, чтобы люди желали это делать. Не через принуждение, не через колено, потому что этого сделать через колено не удастся. Когда я хочу делать и делаю что-то, это будет значительно экономичнее, дешевле, чем когда мне говорят, ты делай это, но я этого не хочу делать. И соответствующий результат у нас получается. Вы правильно сказали, что это, по сути, переходный мостик к четырехдневной неделе. Да, вы перешли. Я хотела, конечно, с другой темы начать говорить. Но раз уж мы из нашего контекста так плавно перетекли на следующую тему, на четырехдневную рабочую неделю, предлагаю об этом и поговорить. Ну, давайте. В целом, ваше отношение как к этой инициативе? В общем, я думаю, что опять здесь у нас при всей видимости в рот, где бы хорошей постановки вопроса, присутствует лукавый. Нет, я предлагаю рассмотреть эту историю как для работника, для предпринимателя и для экономики. Я, по сути, предлагаю рассмотреть, что это такое. Сущность очень проста. Когда был поднят вопрос о повышении производительности труда, то в экономике существуют еще, ну, скажем, другие показатели, которые способствуют увеличению количества производимой продукции и при этом снижению ее стоимости. Это, по сути дела, теория выжимания пота, когда интенсивность труда повышается. Интенсивность труда, не производительность труда. Производительность труда – это производство количества продукции в единицу рабочего времени. Ну, условно так, в экономике. А интенсивность труда – это увеличение количества производимой продукции за счет энергетических затрат человека. Ну, когда человек работает быстрее. Да, быстрее, да, экономнее и так далее. Идет высасывание. Так вот, когда вводили вот это понятие четырехдневной недели, на мой взгляд, как экономиста, то они, по сути дела, перепутали мух и котлет. То есть они необходимы на то, чтобы люди работали интенсивнее и больше времени затрачивали в рабочий день, скажем, 12 часов. А сегодня многие работают по 12 часов и больше, причем без выходных и так далее и тому подобное. Но в данном отношении остановку для этого процесса осуществляют в 17-м году в принятой законодательстве, ну, тогда постановления были Совнаркома, о том, что строго установить 8-часовой рабочий день. Нельзя его превышать, это уже нарушение и так далее и тому подобное. Как же его теперь отменить? Есть два механизма. У нас установлено не 8-часовый рабочий день, а 40-часовая рабочая неделя. Да. А уж как там распределить человека? Да, но больше 8-часов человек не может работать. И, следовательно, для этого необходимо теперь найти повод отменить вот этот тормозящий документ. Для того, чтобы дальше сказать, ну, стоп, ребята, вот вам 40-часовая неделя, пожалуйста, 4 дня, вот вам увеличение, и мы выходим за рамки 8-часового рабочего дня. Но по 10 часов. Да, по 10 часов. А дальше сотрудник говорит, ну, мне денег-то не хватает, можно я буду не 4, а 5 дней работать. И таким образом мы выходим по собственному желанию работника, сотрудника, мы выходим не на 40-часовое, а на 50-часовое. То есть по формальному признаку мы отменили, а, 8-часовое ограничение, плюс отменяем 40-часовое, потому что хочет сотрудник. Ну, как это, с пенсионным возрастом люди говорят, ну, давай. Но не понимают того, что они не доживут до этого вопроса, потому что 60 лет – это биологически и физиологически рассчитанный возраст, который дальше уже человек только болеет. И он не может быть эффективен, у него и внимание не то, и так далее, и тому подобное. Поэтому в данном отношении, я думаю, вот это вот лукавство, оно присутствует. И поэтому, когда вы говорите, а давайте перейдем, как это будет работать где-то, мы сейчас скрыли сущность. Сущность, она заключается в том, что осуществлено очень серьезное наступление на права людей и на их здоровье. Валерий Николаевич, прервемся на перерыв. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня ее гость – депутат законодательного собрания 4-5 созывов Валерий Турула. Мы начали обсуждать инициативу Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Продолжаем про нее же говорить. Вы сейчас упомянули до перерыва про пенсионную реформу. И вот я вспомнила о том, что когда в преддверии принятия пенсионной реформы многие ее сторонники говорили о том, что нам не хватает рабочей силы, давайте увеличим пенсионный возраст. Теперь что? Нам рабочей силы много, и поэтому мы давайте отменим пятидневку. Здесь еще коварнее произошла ситуация. Ситуация была такова, что параллельно с пенсионной реформой продвигали ситуацию неиндексирования заработной пенсии тем пенсионерам, которые работают. И в результате в параллель освободилось 5 миллионов рабочих мест. То есть пенсионеры посчитали и говорят, о чем мне работать, если мне не индексируют накопительную часть. Я пошла на пенсию. Да, я лучше буду получать пенсию и в теневое уйду русло, где-то подрабатывать и так далее. 5 миллионов рабочих мест освободилось. Государство этого не ожидало. Оно рассчитывало где-то миллион, миллион двести. Пришло на замещение этих рабочих мест достаточно высокого уровня квалификации, но с низким уровнем заработной платы, потому что пенсионерам это не надо было. Им надо хотя бы 15 тысяч платить, а там 20 тысяч достаточно. А новая сила пришла, она говорит, стоп, а эта работа стоит не 15-20 тысяч, а 40 тысяч. И они восполнили только при всех мотивирующих аспектах полтора миллиона. У нас сегодня дефицит рабочих мест, квалифицированных рабочих мест, 3,5 миллиона по стране. Вы представляете, это сумасшедшая цифра. И экономика у нас рухнула не из-за того, что неправильно Минфин рассчитал ВВП, там и все показатели. Экономика рухнула по банальному вопросу потери работников на квалифицированных работников за счет пенсионеров. И сегодня они пытаются лихорадочно выправить ситуацию. Отменили уже вот эти ограничения по индексации и т-т-т-т-т-т, но, извините, поезд ушел. Никто сегодня не верит в честные правила игры. Поэтому, когда мы говорим, вот пенсионная реформа, вот эта вот доходность, здоровье и так далее, там подобное, чудес не бывает. Чудес не бывает. Вот там кто-то в Кремле сел, щелкнул и говорит, будь так, да, вот он, я Бога за бороду поймал. Ну, оно есть так, как есть. Ничего мы с этим не сделаем. Другое дело, десятилетиями выстраивалась та модель, когда мы привлекали и дешево платили за высококвалифицированный профессиональный труд, да, и мы это разрушили, и восстановить это на сегодняшний день, ну, понадобится не один год за счет выпускников вузов. А выпускники вуза, они сегодня тоже приходят с завышенной оценкой. И не готовы работать за эти деньги, которые... Да, да, они не готовы за такие деньги работать. Они говорят, ну, подождите, вы мне платите 40 тысяч. А кто ты такой, парень? Да, вот я, вот уже дипломированный и так далее, бьет себя в грудь, и за такие деньги я работать не буду. И он идет там, шабашит где-то чего-то и так далее, и ему это больше нравится. Он свободен. А здесь же надо еще и отвечать за этот труд. А он находится, этот труд, который сегодня освободился в высококвалифицированной, в единой технологической цепочке общего процесса. Если его нет, значит, процесс-то останавливается. В общем, процесс здесь намного более глубокий, чем... Очень глубокий экономический. И вот когда, смотрите, мы рассматривали вопросы, наверное, помните, я поднимал вопрос о обязательной индексации заработной платы и введении этого как обязательства. Оно в законе сказано, что должен, но никто не наказывает работодателя за то, что он не индексирует заработную плату. И глубину этого вопроса мы когда коснулись, что минимальный уровень заработной платы должен индексироваться, хотя бы минимальный, как точка отчета, тогда все вопросы решаются и с пенсией, повышением, со всеми вопросами, пособиями и так далее. Но все отлично это понимали, что это коснется не работодателя. Работодатель и так индексирует эти все показатели по базовой составляющей. У него же тоже, он не дурак, он дает минимальную заработную плату по тарифу, а дальше уже это идут доплаты, добавки и так далее в виде там различных премиальных и так далее и тому подобное. Поэтому для него это несущественный вопрос. Но как было преподнесено, когда бомбили? Я четыре раза выдвигал закон по обязательной индексации. А бомбили меня работодатели и говорят, как же так, вот у меня 50 тысяч работник получает, если я его пролиндексирую на 15%, вы понимаете, я без штанов останусь. Ну, что ты мне лапшу-то на уши вешаешь? Ну, это же кому-то надо было, это же кто-то должен был. То есть лукавили работодатели. Конечно, конечно лукавили, им дали соответствующую команду. А схема, и мы на комиссии делали расчеты, если вот эту индексацию проводить, то пенсионеры, они получают не те гроши, индексируемые которые, а базовым показателем в пенсии является средний уровень заработной платы. Вот он, каждый год он пересматривается и дальше на основе этого должна идти. Не на основе инфляции, налагаемой на пенсию, а на основе инфляции, налагаемой на средний уровень заработной. Совершенно правильно. То есть это игры, лукавства, но видимость того, вот как прокололся Владимир Владимирович Путин, когда сказал, жизненный уровень, реальный жизненный уровень у нас вырос и так далее, и тут же бам-бах, его подставили. Реальный-то жизненный уровень упал. Да, а он имел в виду номинальный, номинальный, и там уже начали лихорадочные... Номинальный это в течение какого-то периода? Нет, номинальный это не так. В экономике считается номинальный показатель, это в денежном выражении. А учитывая, что деньги обесцениваются, то реальный показатель, покупательная способность денег падает, то в данном отношении реальный доход в натуральной вещественной форме, он падает. Вот о чем. И ему-то кто-то подсудил, что реальный уровень доходов в населении растет. Валерий Николаевич, у нас 4 минуты до конца, я еще хочу еще одну тему успеть затронуть. Давайте резюмируем. Нам в перспективе переход на четырехдневную неделю грозит или нет? Я думаю, что грозит, потому что... В течение какого периода? А жестко сказал же Медведев, он жестко сказал, дал поручение до 1 января отменить все советские законы и все, там тормозов уже нет. То есть вы думаете, что с нового года постепенно можно переходить? Да, и это будет преподнесено как социально-экономическое заявление трудящихся. Кого в первую очередь это коснется, бюджетников или частного предпринимательства? Нет, оно коснется всех и прежде всего бюджетников. Прежде всего бюджетников. Потому что когда я частник и как работа татарь выступает... Просто частник это тот, кому такая история не выгодна? Нет, частника оно вообще не коснется, это история, потому что он как работал, так и будет работать. Более того, у него просто появляется механизм, как уменьшить заработную плату. И дальше уйти в тень, и таким образом, в общем-то, уйти от налогообложения. Хотя вроде бы инициатива о том, что как сохранить при уменьшении рабочего или недели, сохранить зарплату. Как раз будет все наоборот. Все будет наоборот, и все большее количество людей будет уходить в тень. Вот в чем я говорю. В бюджетников там никуда не есть, и оно коснется, и оно будет абсолютно прозрачно. А вот в остальном, я думаю, наоборот. Хотели как лучше, а получится как всегда. Да, неутешительные итоги. А что я вам, я что, обманывать вас должен? Все правильно, правда, это лучше, чем... Конечно, пусть она может неприятна, это правда, но зачем формировать ложные ожидания? Давайте про центральный рынок поговорим. Ну, давайте. Я в прошлый наш эфир хотел эту тему обсудить, мы ее не успели затронуть. Предлагаю обсудить сейчас, тем более повод есть. Второго числа между центральным рынком, между акционерным обществом, центральный рынок и фирмой, которая выиграла конкурс по разработке проекта реконструкции, был подписан договор. Значит, согласно условиям договора, до 30 ноября фирма должна разработать проект, и потом до июня 2021 года следить за тем, как он реализуется, оказывается, консультационные услуги. Вопрос в чем? Вот эти два года до июня 2021 года, что будут делать эти полторы тысячи работников? Есть куда их... Я думаю, что эти полтора года они будут продолжать работать, и их будут подготовлены. Ну, послушайте, их будут... Нет, рынок-то сейчас будет продолжать работать, потому что проектно-сметная документация должна быть подготовлена. Ведь сразу чего-то переделывать невозможно. Должна быть подготовлена по техническому заданию соответствующая проектно-сметная документация тех заданий. До 30 ноября ее подготовить планируют? Вот слушайте сюда внимательно. Они-то планируют. И вот вопрос-то, фишка-то в этом и заключается. Почему мы останавливали предыдущие процессы переименования и переформатирования центрального рынка? Давно бы уже было осуществлено. Мы говорили, что, ребята, ну хорошо, до 30 ноября вы будете готовить проектно-сметную документацию, но концепцию и идеологию вы заложите, которая учитывает интересы работающих на этом предприятии. Полторы тысячи предпринимателей. Ну а в сумме мы считали, это около пяти тысяч работников. Не меньше пяти тысяч работников. Это очень серьезная цифра. Это большие цифры, да. Очень большие цифры. Это не сто человек даже. Хотя это тоже много, потому что жизнь у человека у каждого одна. И один человек – это уже тема. Я вам рассказывал, что в Америке основным показателем рабочее место является в развитии бизнеса. Так вот, в данном отношении фишка-то она наша и заключалась, что давайте мы будем делать совместно проектно-сметную документацию с учетом интересов вот этих людей. Совместно с кем? С предпринимателями. Там же была группа… То есть к этому процессу должны подходить предприниматели? И без учета в техническом условии их участия, их согласия на эти вопросы, невозможно рассматривать эту перспективу как некую конструктивную. Потому что будет обязательно деструктивно. Та ассоциация работников центрального рынка, которую вы создали в 2014 году, профсоюз, он существует сейчас? Да, он существует. И тогда будет ли он добиваться или как-то вести переговоры, чтобы принять участие? При всем уважении моем там к Илье Вячеславовичу, да, опять к Ильейно-Колуарно-Кабинетно приняли решение, там полпотолок палится, где эти полторы тысячи просто отметают. Это неправильно. И я думаю, что дальше конфликт не миновать. Как тогда, помните, был забастовки, начались перекрытия, потом примирительные встречи город проводил на базе Вятского государственного университета, там аудитории и так далее. Я думаю, это может повториться, потому что профсоюзная организация не распущена, она работает, да, она вялотекущая, но она есть и существует, и дальше будет работать. Резюмира, вы будете как-то выходить с инициативой, может быть, главе администрации, с тем, чтобы принять участие в разработке проекта? Я думаю, что это должна решить сама профсоюзная организация, потому что я уже не один раз был подставлен, когда брал инициативу на себя, и в самый решающий момент просто все по инстинкту самосохранения отходили в сторону, и я оставался один. Поэтому мы несколько попытаемся схему перевернуть. Проведем собрание профсоюзной организации от Центрального рынка, где они должны будут определить свою позицию по этому вопросу. Понятно. Я думаю, что они пойдут в рабочую группу по подготовке вот этого вот документа. Я вас благодарю. Спасибо, всего доброго. И вам. До свидания. И вам большое спасибо. Особое мнение на 101FM